Корнорудная отрасль Кыргызстана является локомотивом промышленного производства страны. Так, за последние пять лет растет количество действующих лицензий на пользование недрами. Всего в 2018 году действовала 2531 лицензия. В основном они были выданы на все наиболее разведанные объекты, как по золоту, так и по цветным металлам, сообщили в Госкомитете промышленности и недропользования. Также на днях было подписано соглашение с группой Мэнсен на закупку совместного предприятия на месторождении Макмал Золото. В ведомстве рассказали и о планах на этот год. То, мы какие планы ставим на 2019 год, это прозрачность проведения конкурсов, выдача лицензий по системе онлайн режим, через систему Тюндук. И в этом году у нас работа по активизации с местным населением по поводу информационного разъяснения, чтобы был баланс между недропользователями и местным населением. Также в Госкомитете недропользования сообщили, что за прошлый год в Кыргызстане добыто более 20 тонн золота на общую сумму 50 миллиардов сомов, а по углю добыто 2 миллиона 306 тысяч тонн. Объем добычи прочих полезных ископаемых по итогам прошлого года составил 891 миллионов сомов. Из страны в виде концентрата вывезено свыше 70 тысяч тонн содержащих 5 килограммов золота, 13,5 килограммов серебра и почти 10 тысяч тонн меди. Зачастую при разработке месторождения инвесторами со стороны местного населения бывают различные разногласия и недопонимания, говорит заместитель председателя. В целях недопущения таких случаев будут проводиться различные осведомительные мероприятия, как с инвесторами, так и с местным населением. С местным населением мы обязаны работать, и местные власти, местное население, должен быть баланс соблюдаться, когда местное население информировано, инвестор, который пришел с инвестиций, он должен тоже быть информирован, какие виды полезных ископаемых есть. Но эксперты по горнорудной отрасли отмечают, что при освоении всех этих месторождений без учета затрат на капитальные вложения и эксплуатационные затраты мы можем, предположительно, получить порядка 80 миллиардов долларов. Эта цифра не маленькая, если учесть тот факт, что анализ проводился только по 20 видам месторождений полезных ископаемых, говорит Дюйсен Хамчебеков, отмечая необходимость менять закон о днедрах, чтобы получить еще большую прибыль в этой отрасли, так как некоторые компании работают только на частного инвестора, а не на государство, говорит он. У нас есть перечень месторождений общегостарственного значения. На этот перечень мы должны в обязательном порядке внедрить такую норму, что должна быть обязательно государственная доля. Потому что в Кумторском проекте мы имеем на сегодняшний день порядка 26,6%, в Алтынкене 40%, в Этибакар-Терексай порядка 20%, ну а по другим проектам пока, к сожалению, государственной доли нет. А в этой сфере высокий потенциал или же сдвиги можно заметить в угледобывающей промышленности. Если во времена Союза объем добычи составлял 4 миллиона тонн угля, то после обретения независимости мы производим до 3 тонн и близимся к результатам Союза, говорит эксперт. Если мы будем дальше работать в таком темпе, то вполне возможно полностью закрыть потребность в угле. Эксперт подчеркивает важность мер по привлечению инвестиций в горнодобывающую сферу, так как у нас очень много залежей алюминия, вольфрама, олова, сурьмы и других полезных ископаемых.